Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хочу вам дать моих 7 практических советов о том, что делать, если на вас сотрудники полиции составляют административный протокол. Что надо туда вписать, чтобы в дальнейшем выиграть это дело, чтобы вас не привлекли к административной ответственности. Думаю, это будет очень актуально на сегодняшний день в связи, во-первых, с правилами дорожного движения, с патрульной полицией, с какими-то нарушениями. То, что запрос, скажем так, на такие видео был всегда. И, естественно, вот эта вся новая фишка, связанная с карантином, с статьей Кодекса Украины об админ правонарушениям 44 со значком 3. И вот эти все нарушения, так называемые правила карантина людей. Конечно, звучит это смешно и даже по-идиотски, но такое вот есть нарушение. Правил самих нету, а какой-то штраф достаточно серьезный от 17 до 34 тысяч гривен за их нарушение есть. Ну, это абсурд, очередной абсурд нашего замечательного государства. Знаю, друзья, что многие из вас, к сожалению, не всегда получают сообщения от Google о моих новых видеороликах. Поэтому, друзья, я создал себе телеграм-канал, там я дублирую все свои видео. Ссылочка будет в описании, переходите и подписывайтесь. Первое, с чего бы я хотел начать, это обязательно используйте видеофиксацию. Обязательно фиксируйте действия сотрудников полиции. На сегодняшний день у всех практически есть, я думаю, мобильные телефоны, смартфоны с функцией видеозаписи. И вы можете записывать действия сотрудников полиции. Кроме того, если у вас есть транспортное средство, вы водитель, не пожалейте денег, установите себе этот регистратор. Потому что, если будет какой-то спорный момент, даже не связанный с сотрудниками полиции, не дай бог, конечно, с каким-то ДТП, то, если вы будете правы, эта видеозапись всегда является железным основанием для суда в любом разбирательстве по административному, будь то по уголовному делу. Так что обязательно записывайте. Кроме того, зачем делать эту видеозапись? Надо понимать, что сотрудники полиции, они тоже где-то люди. И естественно, когда тебя записывают, то вытворять то, что они вытворяют без видеокамеры, без видеозаписи, они не будут. Потому что каждый понимает, что сейчас есть средства массовой информации, есть интернет. Это все может туда попасть и вылезет им боком, могут их и привлечь, могут их и уволить и может случиться все, что угодно. Кроме того, чтобы сотрудники полиции, не дай бог, вам ничего не подкинули, тоже записывайте обязательно их действия. Если вы фиксируете, записываете, то я думаю, что они все-таки не совсем дурные и не будут пытаться подкинуть вам какую-то наркоту в транспортное средство. Если составляется административный протокол, что сотрудник полиции должен сделать и что он никогда, друзья, поверьте мне, не делает. Он должен вам разъяснить статьи Конституции Украины, а именно 55, 56, 59 и 63 статьи Конституции. Там идет речь о суде, о том, что вы имеете право на правовую помощь. Кроме того, сотрудник полиции обязан вам разъяснить 268 статью Кодекса Украины об админправонарушениях. В этой статье говорится о ваших правах, о том, что вы имеете право там проводить экспертизы, заявлять ходатайство, пользоваться правой помощи адвоката. В общем, сначала это все расписывается в Конституции, в дальнейшем эта мысль, скажем так, повторяется в Кодексе Украины об админправонарушениях. Особо, друзья, хочу остановить ваше внимание на статье 63 Конституции Украины. Я уже неоднократно записывал об этом видеоролики. Эта статья в разных интерпретациях, думаю, есть во всех законодательствах всех стран мира. В США, в России, в любых странах она есть. И она дает вам право не давать показания против себя и против членов своей семьи. То есть, к примеру, если вы там идете втроем по улице и сотрудник полиции к одному из вас подошел и пытается вам что-то навешать, пытается что-то там незаконное на вас составить, то никто из ваших товарищей, друзей не должен и не обязан подтверждать какие-то обстоятельства. Или спростовывать, то есть опровергать какие-то обстоятельства. То есть, нету никакой обязанности вас что-то писать, сообщать какие-то данные, что-то подтверждать, в чем-то отказывать. Ну, в общем, вы ничего сотруднику полиции не должны. Это прямо прописано в статье 63 Конституции Украины. Третье, что обязательно надо сделать, обязательно в протоколе необходимо вписать. То, что вам требуется правовая помощь защитника, правовая помощь адвоката. И сотрудники полиции обязаны вам ее предоставить. Эта норма у нас прямо прописана в Конституции Украины, в Конвенции прописана, во всех кодексах, во всех законах. То есть, человек имеет право на правовую помощь. То есть, сотрудники полиции обязаны фактически ему предоставить защитника. Понятно, что где-то там на трассе, где-то там непонятно, где-то вы остановились, они это физически сделать не могут. Но это наша с вами уловка для того, чтобы в дальнейшем данный протокол, если он будет передан в суд, был там отменен. Потому что вам не дали воспользоваться услугами защитника. Четвертое, о чем бы я хотел поговорить, что надо обязательно указать в протоколе. Требуйте рассмотрение дела по месту нахождения полиции. По месту нахождения управления патрульной полицией, либо по месту нахождения, это в райотделе. Если это касательно не каких-то правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Есть у меня отдельный видеоролик на эту тему. Есть отдельное решение Конституционного суда. Ссылочка на видео будет в описании. Тоже сможете перейти и посмотреть. Если кратко, в чем его суть. Расписывается о том, что сотрудники полиции обязаны проводить рассмотрение дела. В том случае, хочу подчеркнуть, если человек не согласен по месту нахождения полиции, а не где-то там на улице. Чтобы человек мог воспользоваться всеми своими правами. Воспользоваться правовой помощью адвоката. Чтобы он мог заявить все ходатайства. Можно было рассмотреть все версии. Объективно разобраться в этом деле. И только после этого вынести какое-либо постановление. Пятое, о чем бы я хотел поговорить, это о самом протоколе. Что надо сделать, друзья? Обязательно его необходимо подписать. Обязательно необходимо забрать себе второй экземпляр. Потому что если вы откажетесь, просто скажете, я не хочу, сотрудников полиции это вполне устроит. Они сделают отметку, что вы отказались. Соберут бумажки, сядут в свой патрульный автомобиль. И свалят куда-то там кушать шаурму, как это обычно у меня происходит недалеко от дома. Они там все время собираются и поедают шаурму. А вы в дальнейшем даже не будете знать, по какой статье кодекса об админ правонарушениях вас обвиняли. Что там они написали, что они там нарисовали. Потому что могло быть, допустим, какое-то незначительное правонарушение. Вот так вот пошла ситуация, что-то там это. Они взяли вам какую-нибудь статью серьезную более. И написали ту статью, которая подразумевает, допустим, серьезное лишение прав. Так что, друзья, обязательно необходимо себе забрать второй экземпляр. Просто исходя из того, чтобы вы знали о том, в чем вас обвиняют. За что вообще вас привлекли к административной ответственности. И чтобы не было, как с моими клиентами, что они там вроде как их заодно остановили. Они там начали ругаться с ними, что-то отказались. А они составили совсем другую статью, гораздо более тяжелую. Шестое, о чем бы я хотел поговорить. Это мне, ну реально, постоянно все пишут. Они говорят, а сейчас там идут какие-то маленькие талончики. А даже если большая бумажка, вот этот сам протокол. Там нету места, где нам сделать записи. Там совсем чуть-чуть для пояснений. Надо дописать, что ходатайство и заявление, если какие-то у вас есть, на пяти листах, на трех, на десяти листах прилагаются. Хотел бы посоветовать, если у вас есть транспортное средство, опять же вернувшись к этому, возите с собой, друзья, бумагу. Возите с собой ручку, чтобы вы могли это написать. И поверьте мне, если вас остановили, вы имеете право писать хоть до утра, хоть два, хоть три часа, хоть пять часов ваше ходатайство. Никакой сотрудник полиции не имеет права вас остановить. Вы пишете им, даете, он рассматривает, отказывает, пишите дальше. Поверьте, друзья, это ваше право, и никто не может вас в этом ограничить и сказать, все, стоп, хватит и так далее. А если такое что-то произойдет, то это уже в дальнейшем будет являться основанием, во-первых, для привлечения этих сотрудников к ответственности, во-вторых, для отмены всех вот этих административных материалов уже в суде, если они там будут рассматриваться. Кроме того, если у вас даже нету там бумаги, нету ручки, и вы пишете на протоколе, что там ходатайство на трех листах прилагаются, то сотрудник полиции, уж поверьте, он сам вам даст бумажку и ручку, потому что получится, что на протоколе написано, что прилагаются, а их нету, нету их. То есть тут уже что-то не то, что-то он уже где-то спрятал, где-то он что-то отложил. Седьмое, что бы я хотел вам посоветовать, сохраните себе этот видеоролик на смартфон. В случае, если сотрудники полиции как-то там к вам прицепятся, остановят, будут пытаться нарушить ваши права, вы всегда сможете просмотреть мое видео и знать, что делать. Кроме того, можете даже сотрудникам полиции тоже дать посмотреть данное видео, чтобы их тоже правовые знания все-таки наконец-то выросли, и нам не было стыдно и противно общаться с сотрудниками полиции. Конечно, друзья, я всем вам желаю не попадаться к сотрудникам полиции, не попадаться вообще в нашу полицию, не иметь никаких с ними дел, никогда к ним не обращаться, и чтобы они, естественно, к вам тоже не обращались. А на этом, друзья, наверное, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Кто уже подписан, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеороликах первыми. Благодарю за внимание, друзья. Пока-пока-пока.